Двигаемся по проспекту Ветеранов Далее Ростокинский проезд Ростокино-Лада Улица Бориса Галушкина И уходим на дублер проспекта Мира Ну собственно куда нам и надо А проспект Мира Сколько в движении? Час уже? Час 10 В 12.05 мы выехали Время 13.15 И ехать еще 14 минут Постоять Выехали с запасом 25 минут Приедем впритык либо с небольшим опозданием Но может быть получится чуть-чуть нагнать Время Нагнать в плане светофоры Побыстрее проедем пробки Так, что у нас там с курсом? Евро установился на завтра А евро у нас подорожал на 27 копеек Слева новые трамваи Вот с этими полосками такими Поверху Кругляшками С таким узором Называется Вроде как Собянинский транспорт Потому что При нем ввели их в эксплуатацию Все Что? Куда это что? Нет, он чихнул так Ааааа На все улицы Строитель что-то Да, трактор какой-то Что-то делает там Так, ну вот Успеем мы на этот Не успеем мы на этот светофор Придется ждать еще один Еще один Колик перед нами решил проскочить А там его Камера Камерониста нет? Нет, камер нету И у нас камеры на Проезд на красный Пока еще не снимают Температура Температура у нас 32 градуса Влажность 70% Ветер северо-восточный Уверенный Ветер северо-восточный Уверенный Уверенный � Впереди еще один светофор. 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 У него камера у горишника, он наблюдает, кто останавливается, что делают. Местные жители, они проезжают, не останавливаются. Новички, кто редко бывает, останавливаются, фотографируются. Он наблюдает. Хоть мы уже и опаздываем, нарушать все равно не будем. Это или павильон, или павильон какой-то ВДНХ. Музей космонавтики. Это выставочный какой-то. Да, гораздо левее туда дальше. Продолжение следует... По дублеру, да? Это что у нас? Дублер Проспекта Мира. А? Дублер Проспекта Мира. Колхозница уже... А, вот, с левой стороны не видно. Но на обратном пути не наверно. Да, мы пока на светофоре стояли, ее видно было. Видно было? Конечно. Вот до этих домов, куда все идут, да? Да. И там нам уходить. Направо, под мост, разворачиваться. Куда прямо. Спасибо. Спасибо. Что такое? Наверное. Я не знаю. Выйдите, вопрос, путешествие. Поехали на самом деле. Выйдите. Выйдите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее наш путь в сторону метро Каширская... Продолжение следует... 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 Что это за церковь? Вообще, чтобы комментировать, нужно было, чтобы два эрогированных, грамотных, умных человека разговаривали, а не то, что сейчас. Как называется? Не знаю. Да, поедем туда. Ну, посади сзади таксиста с 20-летним стажем. Он тебе все расскажет. Ему лет 70, наверное, должно быть, не меньше. Я сейчас с навигаторами ни хрена не знаю. Сейчас с такой скоростью все меняется, все строится, перестраивается, что невозможно, даже будучи таксистом, знать все. Ой, никогда не успел. Знаменский храм. Ну, значит, там, я не видел. Наверное. По крайней мере, так называлась установка. Ну, значит, так. Крестовский. Что-то знакомое название с чем-то связано. Ну, собственно, мы уже на трешке. Козличка здесь всегда в районе Савеловского стоит. Так, одну задачу на сегодня мы уже выполнили. Едем дальше выполнять, подготавливаться к задачам на завтра. Сейчас, кстати, будем езжать в самый длинный тоннель в Москве. Лефортовский. Кстати, Ирина, вы ходили в Лефортовский тоннель. Вы не сказали по поверхности. Лефортовский тоннель у нас кажется короче, потому что у него есть промежуток, где он выскакивает на улицу и потом опять в тоннель въезжает. С внешней стороны трешки он как начинается за шоссе энтузиастов и заканчивается вот где-то здесь. Да, к Давиду проехали. Обещал, он обратно что-то не набирает. Давид. Он отдыхает, наверное. Может, в отпуске. Так. Ирина, вы просили шоссе энтузиастов? Оно будет дальше после тоннеля. Ну, ладно, в следующий раз, наверное. На лагерее вот туда вот. Улица зеленая, по-моему. А вот, собственно, впереди Лефортовский тоннель. Ирина, выключите меня. Я думаю так, что мы не будем видеть, что есть картина. Вот мы здесь могут встать, но и наружу В какой-то промежуток едем А встречная полоса все едет, приедет в туннель Ну что, Арена, выполнена ваша заявка Не квартал У меня такое ощущение, что ты только для Ирины все делаешь Ну, человек, который заказал Блин, вот ущипнул Сейчас мы опять нырнем в туннель Прямо Академика Туполева Так, стоялся, кто заказывал, проезжаем Ирина заказывала Ну, погоди, она тебе напишет комментарий Субтитры сделал DimaTorzok Есть такая народная глупость Я не знаю, как это по-другому назвать Но это встречная часть Лефортовского туннеля касается Ни в коем случае не рекомендую этого делать водителям Можете попробовать, если едете пассажиром Пассажиры могут проверить свои легкие Если они потеряют сознание, то... Ну что, рекорд, по-моему, порядка 15, что ли, минут Завершивают дыхание Я сам когда-то игровался, баловался, около 4 минут не дышал Ой, я в молодые годы по полчаса не дышал Ну, семейка, да? Шучу, шучу Полчаса не дышать Забыл, что ли, дышать? Да, забыл, как это... Как из... В зале, в мёртвом зале А я вижу До Андроповского 5, кратко, 3, ниже, коротко 800 Сегодня с утра из окна наблюдали Какой-то пожар Где-то здесь Где-то... А нет, это, по-моему, было где-то ближе к Садовому Что-то горело Но потушили довольно-таки быстро Нигде не в новостях ничего не мелькало А-а-а, барбекюр как жарили А-а-а, барбекюр как жарили Соблюдайте скоростной режим Так, мы скоро подъедем к Волгоградке На этом отрезке тоже всегда Машины подтормаживают Машины или водители Здесь лучше занимать правый ряд Он быстрее движется А ближе к крутому повороту Наоборот, лучше занять левый ряд Потому что там уже начинается В правой части дороги Скапливаться поток людей, которые уходят на Волгоградку Ты на Каширку, да, просто взял? Да, на Варшавку На Варшавку и Каширку потом Вот здесь вот лучше уже уходить левее Потому что мало того, что полоса заканчивается Так еще этот ряд и подтормаживать будет А левый поедет быстрее Дядьки, пустите, пожалуйста Спасибо Спасибо, спасибо Всем спасибо Все свободны Аварийка, АБ Да, я так словами сказал Тем более дядька там не особо не торопился Ну вот, собственно, левый ряд движется быстрее, чем правый Потому что, повторюсь, правые уходят Даже снаружи? Вот, но Ближе к четырем, к пяти, конечно, здесь забивается посильнее Ну, этим товарищам еще мешает и спецмашина какая-то уборочная А ты до Тульска там на развязке? Да, да, да Посмотрим, конечно, попробуем еще раз проложить маршрут Может быть он перестроит А нет, Андропова по-прежнему стоит А Варшавка вся летит Но зато у нас стоит трешка Небольшой промежуток между Между Андроповой и Варшавкой Девяносто второй, тридцать семь, шестьдесят Девяносто пятый В сорок В сорок В сорок рублей били Я помню, в девяносто пятый Я когда начинал водить В две тысячи Один сном В две тысячи одиннадцатом году Девяносто пятый стоил в районе Двадцати четырех, двадцати шести рублей, по-моему Может, двадцать семь Где-то так У меня полный бак выходил на полторы тысяча шестьсот рублей Тем более я заправлялся на одной из самых дорогих заправок British Petroleum BP А сейчас А сейчас заправляюсь на две двести где-то И не на самых дорогих заправках Когда-то был бензин дешевле воды И водителям оплачивали зарплату не от количества прыганых километров А от количества сожженного бензина Что они делали? Они отъезжали в лес? Сливали бензин? Да, сейчас бы найти, кто сливает Так, за бесплатно Я бы пару раз в неделю там заправлялся Готов принимать бензин бесплатно? Не, ну там, конечно, был не девяносто Восьмидесятый Семьдесят шестой, наверное Ну, первые газоны какие-то Семьдесят шестой В общем, если есть Кто Хочет сливить бензин Позваните Кто хочет пожертвовать бензин Я готов его принять Да не вопрос Приезжая в Тюмень 20 литров подарю Ну что? Это глупость Почему глупость? Потому что Какой вопрос такой ответ В Киеверской области Самый дешевый бензин в России Сейчас сравняться Даже на некоторых запахах Выше, чем в среднем В России В Антроповске какой? Впереди там дальше Вот Антропов Вот Антропов Он дальше стоит Ну и мы вот здесь сейчас Упрёмся в пробочку На язломе дороги уже начинается На повороте начинается уже Даже до поворота Понятно, авария Квартира от 1,7 миллионов рублей Группа компаний Пик Это в подвале где-то? Нет, это маленькая однушка Какая-нибудь 40 метров На первом этаже С выходом С видом на стену соседнего дома Ну или на мусорные баки За такие деньги? Я не знаю Есть такие по 40 Я думаю, еще меньше, наверное По 40 квадратов? Метров 20, наверное Не, ну 20 Это совсем перебор Ну вот 30 квадратов Точно есть Это, ну так называемые Комнаты Квартиры студии Что ли, где Гостиная Спальня И кухня В одной комнате Все Это только разделено Ну Там не Не ширмой А знаешь, там Типа Барной стойкой За барной стойкой Начинается С одной стороны кухня С другой стороны Спальня Она же Гостиная Ну, может для каких-нибудь Холостяков Это нормальный вариант У меня студентов Я думаю У Рядовых студентов Нету Одного из семи Одного миллиона Семьсот тысяч А, ну да Там Вентли Ягуары Ну это ты Кого? Я говорю У основной массы Как ты называешь сейчас Золотой молодежь Золотая Ржавая Ну Им приятней Называть себя Золотой У меня как По барабану Фиолетово Как им приятно Как приятно мне Вчера Это была передача Гордон Семья Муж Инвалид По зрению Ну Совсем не видел Трое детей Жена Случился пожар Все Сгорело Мыкались По Друзьям По Знакомым По Раке Где-то Обращались В администрацию Куда только они звонили Кому только они писали Бесполезно Ну вот написали Мужской и женской передачи Гордон Он пригласил Передача авторитетная Приехал Глава администрации Забыл название поселка Как-то назвали они город И вот видно По лицу Человек Совсем из другого мира Ну и бесполезно Идти на прием Какие Какие-то Помощи Вот инвалидам Ну там обещали Помочь Гордон обещал Помочь Там Другие были Депутаты Государственной думы Сказали до Сентября месяца Он получит Нормальную квартиру Показали Квартиру Ну Бараки Где они живут Копечка Из кирпича Слеженная Полувазрушенная Не знаю Она работает Или нет Копечка Не важно И буквально Переключался На другой канал На второй По-моему Россию И там показывают Этих Гламурных Гламурных И вот они Дохвалятся Своим Достатком Своим Благосостоянием У нее порядка 40 пар обуви На осень 40 пар обуви На весну Вот такое Ни зависти У меня Ни Просто Возьмит Вопрос Где Чувство Немного Где Чувство Справедливости Почему бы Неводим Возврение Вот Больше Практически Это Игорь Нурмяшка Я понимаю Человек Заработал Трудом Там Открытие Собертили Там Еще Стофановец Игорь Непаш Порока Порока Может Слишком резко Нажимаешь Нажимаю Слишком резко Нажимал Проверял Она не должна Так терпить За то Чтобы люди Жили Очень хорошо В хорошем Поставке Машина Это была Заработана Упорным Трудом Неваживая Головой Руками Вот такая Старческая Яга Справедливости Продолжение следует 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok В смысле пропустят? Полоса не заканчивается Кто смотрел ночное видео в Москве это уже здесь проезжали узнаете Оно загружено? А? Оно загружено? Ну, сейчас же этот обрабатывается дай бог приедем уже Ну да, в принципе там показывал по 2 часа вроде Ноутбуки работают круглые сутки не отвечаясь ноутбуки и 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 надо поменять масло в коробке и 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 так и и на грузаках грузские самовары пряники он на пряниках поднялся на пряниках поднялся да я не думаю физикономии он отбирал пряники да бракованный ел куда вы ели в сторону метро Каширское правая площадка теперь вылечит ну вот и так опять у нас что-то здесь с неба капает и 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 наше путешествие по москве Ага, в продулку. Давай для разнообразия поедем не по кошельке. Что такое тут такое что ли? Да. Ух ты. А поедем по прямой. Хорошо въехал там же. По улице Носква-речья. Ух ты. Ух ты. По полетарке на кошельке. Мы можем на пролетарке уйти направо, до круга, по кругу, там через цариц, на лотарку. Ну давай так. Потому что тут уже приелось. Ну, для разнообразия можем и по-другому поехать. В общем, будем кататься то там, то здесь, дабы маршрут не наскучил. Вот здесь вот вечером, когда кошелька стоит, здесь люди объезжают пробки. Потому что здесь посвободнее. Здесь начинает стоять вот от поворота и до светофора. Потом буквально метров двести. Красивые дома стали строить. Не стандартные коробки. Однодипные. Вот мы, собственно, на пролетарке. Пролетарка сейчас подъедем к метро Кантемировская. Будешь не цариться? Ну, а на кругу уйду в сторону. Поеду подругу. Предупреждение МЧС. Ожидается полевая метра до 17 метров. Москве. Раз. Чего сказать. Ну, вот, собственно, такое движение по Москве. Ага, вот у нас какой-то зазевался. Нет, нужно опасаться в основном таксистов. Это бомбил. Он может по-другому 90 градусов, с крайней левой. Ага, ну, по крайней правой. Ну, этот же бит уже... Вот, собственно, слева вывеска. Парк подвезет. Чего? Парк Патриот. Нет. Да, слева вывеска была. А, да? Да. Когда ехали в Солнечный город, я про этот парк рассказывал. Я забыл тогда, как он называется. Говорил, там полигон. Он называется Парк Патриот. Там много военной техники. Стрельбище. Так, если мы повернем направо, мы упремся в Липецкую. Нам в Липецкую не нужно. Вот еще одна переехала парочка. Но на Липецкую не нужно, поэтому мы будем уходить. По-моему, это у нас Кавказский бульвар. Я думаю, что это через Старец. Это Кавказский бульвар. О, да. Здесь где-то недалеко порезали, Сош. Да и мысли прочитали. Но порезали с нашего сына. Несколько миллиметров между телом. Сонная артерия. Да. Страшно это, когда тебе с утра просыпаешься, а тебе поступает звонок из больницы Салифасовского. С вопросом, а кем вам приходится такой-то, такой-то. Ток, конечно, по телу пробежал. А того ублюдка, по-моему, завалили, да? Посадили его. Тот, кто порезал, того посадили. Насколько не знаю. Мин проходил брат с девушкой. Брат дважды сделал замечание, чтобы он придерживал собаку, потому что собака, ну, гавкала без намордника, девушка боялась. А тот молча со спины подошел и полосанул. Отрезвел, конечно, понял, что начудил. Но было поздно. Он уже был. Отделение. 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 Я слышу, что у нас завалили. Ну, может, я чего-то не знаю. Я слышу, что там обсадили. Может, у нас он не завалили. неадекватный там такой амбальчик был собственно проехались мы в обход каширского шоссе сейчас опять частично параллельно сейчас опять убираемся в каширку и будем на нее выскакивать потому что на борисские пруды по-другому мы не попадем разве что обратно через центр через трешку через люблинку ну что не проезжали по моему здесь нет сегодня мы проехали поверх вчера я здесь катался ездил на радиорынок царицынский ну что ты не сказал мне бы тоже поехали не знал за картриджами на принтер нет я там хотел другие вещи посмотреть но мы можем сейчас туда поехать нет делать нечего ну что вы ну что ну что ну что Продолжение следует... Продолжение следует... С правой стороны, если вдруг кто-то надумает поворачивать на Кошерку в центр, нас не задели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, справа их все объезжают... Успеем ли мы проехать... Продолжение следует... На Кошерку в центр... Вот и повернул... Продолжение следует... Продолжение следует... Вставать... Пропустим дядечку... Продолжение следует... 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 Вот мой дом родной, но все, на этом съемка окончена. Вот наши бабульки прибывают косточки. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok